Это у вас в логике специальные законы для шизов есть? Блядь, это все неправильные варианты ответа. Пошли, поехали дальше. Это у вас, у шизологиков так принято. Но мы же имеем дело с ебанутой логикой, которой нормальные здоровые люди со здоровой психикой не имеют никакого отношения на самом деле. Понятное дело, да? Шмурдик боится как мышей, так и тараканов. Шмурдик не боится тараканов. Нет, Шмурдик боится тараканов. Шмурдик боится мышей больше, чем тараканов, но и тараканов боится тоже. Это неизвестно. Шмурдик боится мышей. Ну, Шмурдик боится мышей, да. Известно, что Гримзик обязательно или полосат, или рогач, или то и то и другое в его месте. Или полосат, или рогат, или полосат, или рогат, или то и другое в месте. Гримзик не может быть безрогим. Может. Гримзик не может быть однотонным и безрогим одновременно. Похоже на правду. Я сейчас еще подумаю. Гримзик не может быть полосатым и безрогим одновременно. Блядь, сейчас! Я не... Теперь внимательно читаю. Обязательно или полосат, или рогат, или и то, и другое вместе. То есть он может быть и полосатым, и рогатым. Да, блядь, мне лень читать просто эту хуйню. Или полосат, или рогат, или и то, и другое вместе. Он может быть полосатым и рогатым, но он не может быть однотонным и безрогим одновременно. Да. Грымзик не может быть однотонным и безрогим одновременно, очевидно. Грымзик не может быть полосатым и безрогим одновременно. Может. Поехали. Если запырку отравить, то она сразу начнет пускать пузыри. Если запырка пускает пузыри, то она была отравлена. Ну, нам неизвестно заранее, что это единственное условие, при котором она, собственно, пускает пузыри. Если запырку не отравить, то она не будет пускать пузыри. Сейчас, теперь думаем. Ладно. Я просто пытаюсь побыстрее решить, сразу быстрее решение, еще невнимательно, да? Если запырку отравить, то она сразу начнет пускать отравить. Если запырка пускает пузыри, то она была отравлена Если запырка не пускает пузыри, то она не отравлена Последняя похожа на правду Еще раз Если запырку отравить, то она сразу начнет пускать пузыри Если запырка пускает пузыри Ну нам неизвестно заранее Может быть это не единственное условие Если запырка не пускает пузыри, то она не отравлена Потому что если ее отравить, то она сразу начнет пускать пузыри Логично? Логично Просто-просто Единственный вариант, который подходит Все охлотушки умеют играть шашки Не бывает охлотушек, которые не умеют играть шашки Ну да. Все, кто умеет играть в шашки, являются охлотушками. Нет, неправильно, мы не знаем этого. Не бывает охлотушек, которые умеют играть в шашки. Это противоположный вывод тому, что мы имеем. Все охлотушки умеют играть в шашки, следовательно, не бывает охлотушек, которые не умеют играть в шашки. Понятно? Просто. Дубораторы бывают либо хорошими, либо плохими. Не правда, что дуборатор... Блять. Ёбаный язык логики для пидоров, блять. Не правда, что этот дуборатор неплохой. Не плохой это отрицание плохого, то есть хороший получается. Этот дуборатор хороший. Нет, стоп, тут двойное отрицание. Не правда, что этот дуборатор неплохой. Неплохой, значит хороший. Неплохой, значит хороший. Да блядь, понимаешь в чем дело? Генетический гетерминист, никогда такую хуйню встретить нельзя практически, где тебе сразу напишут, что этот дуборатор блядь неплохой. Тут двойное отрицание внутри одного предложения. Ну, к хорошему люди так не составляют предложение, чтобы не запутать других людей. А тут специально двойное отрицание поставили. Сука, как Гегель! Почти, ладно. То есть ложно. Ложной является информация о том, что он неплохой. Ну, ты понимаешь, блядь, тут как бы два раза надо отрицать. Дубораторы бывают либо хорошими, либо плохими. Не правда, что этот дуборатор неплохой. Так, давайте определимся, что значит неплохой. Не плохой, это равно хороший. Этот дуборатор наверху написан хороший, но это неправда получается. Значит, дуборатор действительно плохой. Действительно, поехали дальше. В природе обнаружено более десятка тиалей. Все обнаруженные тиали сплошь красного цвета. По крайней мере, некоторые из обнаруженных тиалей красного цвета. Нет, все из обнаруженных тиалей красного цвета. Ты долбоёк, ты долбоёб. Более десятка тиалей. Все обнаруженные тиали сплошь красного цвета. По крайней мере, некоторые из обнаруженных тиалей зелёные. Блядь, мне кажется, здесь ошибка, не а? Здесь может быть ошибка? Генетический дитерминист. В природе обнаружено более десятка тиалей. Все обнаруженные тиали сплошь красного цвета. По крайней мере, некоторые из обнаруженных тиалей красного цвета. По крайней мере, некоторые из обнаруженных тиалей зелёные. Нету в этого условия. Некоторые из обнаруженных тиалей не красные. Оно не может быть верно. Некоторые не равно все. Бля, ещё раз, смотри. По крайней мере, некоторые из обнаруженных тиалей. Почему здесь написано из обнаруженных тиалей? Некоторые и все совпадают. То есть, смотрите, если я говорю слово «некоторые», в «некоторые» включено «все» или не включено? Это у вас в логике специальные законы для шизов есть? Нет, стоп, ребят, можно прояснить один нюанс? Тут проблемы в особе обнаруженных. Некоторые из обнаруженных. Тут не о чем думать, генетичный детерминист – это, блядь, ошибка очевидная. Ну, на уровне языка, естественно, но это очевидная, блядь, ошибка. Правильный ответ первый, но он ошибочен все равно. Нет, это просто ошибочные, здесь ошибочные ответы все, короче. Все обнаруженные теали сплошь красного цвета, по крайней мере, некоторые из обнаруженных теали красного цвета. Некоторые из обнаруженных. Все обнаруженные теали красного цвета. Некоторые из обнаруженных теали красного цвета. Блядь, это все неправильные варианты ответа. Пошли, поехали дальше. Ой, блядь, кванторы всеобщности, кванторы существования, лол. Охуенно. Это у вас уж из-за логиков так принято. Просто в нормальном естественном языке все и некоторые не идентичные слова. Не идентичные слова, ну да ладно. Существуют шакалы с больной мухропендией. Мухропендией есть у всех шакалов. Замечание. Говоря, существуют шакалы, имеется в виду, что таких шакалов может быть один. Несколько или вообще все шакалы. Блядь, больше всего бесят термины ебанутые, честно говоря. Лол. Просто раз все, значит и некоторые по отдельности. Ну по-моему, если мы скажем, что некоторые люди пидорасы, ну вот, вдруг окажется, что все люди пидорасы. Ну, такую мы ошибку совершим. Ну, то есть, в моих представлениях некоторые это что-то между единицей и всеми. Вот как-то вот так вот. Как минимум. Ну да ладно. Существуют шакалы с больной мухропендией. Существуют. Не всякий шакал имеет здоровую мухропендию. Это правда. Не всякий шакал имеет больную мухропендию. Сейчас, блядь. Мы не знаем, может быть и все. Существуют шакалы со здоровой мухропендией. Мы этого не знаем. То есть, не всякий шакал имеет здоровую мухропендию. Не-не-не-не-не. Если бы по тому же принципу, что и в прошлый раз судим, но здесь получается, не всякий шакал имеет здоровую мухропендию. Просто все. Существуют шакалы с больной мухропендией. Да. Не всякий шакал имеет здоровую мухропендию. Да. Не всякий шакал имеет больную мухропендию. Почему? Да. Пояснение было дано. Не, Энст, вы не правы. Говорят, существует шакал. имеется ввиду, что таких шакалов может быть один, несколько или вообще все. Первое. Сто процентов первое. Сто процентов первое, вы не правы. Тут ничего про здоровую мухрапендию не говорится. Не всякий шакал имеет больную мухрапендию, мы этого не знаем. Существует шакалов с больной мухрапендией, это означает, что могут быть буквально либо один, либо несколько, либо все. То есть не всякий шакал имеет здоровую мухрапендию. При этом не всякий шакал имеет больную мухрапендию, мы этого не знаем. Может быть всякий. Существует шакал со здоровой мухрапендией, мы этого тоже не знаем. Соответственно, поехали дальше. Не правда, что наша тумельница большая и круглая. Наша тумельница маленькая и не круглая. Наша тумельница маленькая и не круглая или и то, и другое вместе. Блядь. Ну нет, стоп. Тут будет неправда даже в том случае, если она будет большая, но не круглая. Или если она будет маленькая и круглая, Ну, то есть, тут одновременно Неправда вот это вот вместе Получается, наша тумельница маленькая и не круглая Далеко не единственный вариант Она может быть большой и не круглой Она может быть большой Точнее, маленькой и круглой может быть еще Наша тумельница маленькая или не круглая Или и то, и другое вместе Или маленькая, или не круглая Или и то, и другое вместе Подходит Окей, охуенно Так Так, еще раз. Да, и то, и другое вместе, конечно. И то, и другое вместе. Нет, три, я не думаю, что три. Наша что мельница маленькая или не круглая, но не то и другое вместе. Ну, окей. Я отвечаю второй вариант. Я отвечаю второй вариант. Ну, потому что здесь в любом случае будет неправда. Либо это, либо это, либо это. Не то и другое вместе. Ну, потому что, смотрите, 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 неправда. это, в общем-то, тут отрицание идет. То есть наша тумельница большая и круглая. То есть... Хотя стоп. Ну, относительно маленькая я бы здесь еще задался вопросом, потому что категория большая, довольно оценочная. Ну, похуй, короче. Маленькая или не круглая, или то и другое вместе. Третья, маловероятно, вообще нет, скорее всего, потому что, ну... И то, и другое вместе тоже будет неправдой тогда. Ну, то есть, понимаете, в чем дело? Дальше. Джон всегда либо урдит, либо мурлит. Либо урдит, либо мурлит. Нам не указано время, значит, Джон иногда урдит. Хуй его знает, на самом деле. Джон иногда урдит, а иногда мурлит. Хуй его тоже знает, на самом деле. Иногда или не иногда. То есть либо то, либо это. Может быть, он всегда делает урдение. Да, Джон никогда не занимается одновременно. И урдением, и мурлением. Это просто, как бы, блядь, буквально тавтология из того, что наверху написано. Вот. Очевидно. Журналисты наврали, что бздыш болотный, безграмотен и нахален. Окей. Журналисты наврали, что бздыш болотный, безграмотен и нахален. я просто 3 ответил те журналисты солгали ну блять но это про самый тупой ответ поэтому и смеюсь как вода я поэтому и смеюсь что это самый тупой ответ из всех но он единственный который реально подходит потому что на самом деле бздыж болотный образованный робок может быть он безграмотен и робок может быть нам намного чего неизвестно сейчас журналисты наврали что бздыж болотный безграмотен и нахален тут и опять же это и в логике ебанутая понимаете мы в жизни могли бы воспринять это ну по-нормальному то есть журналисты наврали что бздыж болотный безграмотен и нахален ну как это в обыденной речи это бы воспринималось так что он образованный робок на самом деле но мы же имеем дело с ебанутой логикой которые нормальные здоровые люди со здоровой психикой не имеют никакого отношения на самом деле понятное дело да короче те журналисты солгали но это стопроцентный вариант журналисты наврали журналисты солгали правильно правильно блять сто процентов блять ну вообще как бы пальцем в небо если тряхнуть бурдылкой то начнется стрельба бурдылкой тряхнули началась стрельба опять опять внимательно читать как я больше всего ненавижу внимательно читать это прям вот нервирует нервирующая хуйня начнется что сделает начнется то начнется стрельба блять здесь просто проблема с формой слова началась начнется начнется или уже началась бурдылкой тряхнули если тряхнуть бурдылкой то начнется стрельба бурдылкой тряхнули так ну я выбираю третий вариант видимо если тряхнуть перпелькой то немедленно начнется стрельба за последний час стрельбы не было да блять Как же заебали. Если тряхнуть перпелькой, то начнётся стрельба. За последний час стрельбы не было. Нет, если тряхнуть перпелькой, то немедленно начнётся стрельба, очевидно. Вот. То есть, тут противоречит содержанию тезиса. В течение последнего часа перпелькой не трясли. Да, первое. Огромный бутряк напугал деревенского староста. Староста был напуган. Если почесать у губку за ухом, он начнёт довольно шипеть. Если у губок довольно зашипит, то молоко поблизости скиснет. Неизвестно, первое. Второе верно. Нет, по условию это не так. Второй вариант, очевидно. Чешем у губку за ухом, он начинает шипеть. Если почесать у губка за ухом, молоко поблизости скиснет, то молоко поблизости скиснет. Здесь, очевидно, второй вариант, вообще без вариантов. Те, кто громко обуривает, обязательно. Съедают. И ухмырки постоянно громко обуривают. Их постоянно съедают? Нет, не все, кто громко обуривают ухмырки. Всех ухмырков обязательно съедают, некоторых ухмырков не съедают. Этого неизвестное содержание. Вот, это второй вариант, очевидно. В реках близ Симуграда обитает и вобла, и щука. Щука там обитает. Третье неизвестно, но щука там точно обитает. Опять второй вариант. Ну, то есть, нет, там написано, что вобла бывает. Да, внизу, что там обитает только вобла и щука, этого из условия нам неизвестно. Второй вариант. Все пуфелки радуют умом и красотой, иногда даже и тем и другим. Умом или красотой. А иногда даже и тем и другим. То есть, они бывают либо умными, либо красивыми, либо и теми и другими. И при этом их не бывает глупых и некрасивых одновременно. Нет, Энсти, все варианты, которые вы перечислили, вы ошиблись. Опять второй вариант. То есть, из всех вариантов здесь по методу исключения, в общем-то, получается, что да. Вы последним назвали правильный вариант, лол. Все пуфелки радуют умом или красотой. То есть, они либо красивые, либо умные. Либо красивые и умные, это следует из задачи. Но они не могут быть одновременно. Вот. Когда вы спите, вы всегда мухряете. Если вы мухряете, то вы спите. Когда вы спите, вы всегда мухряете. Если вы мухряете, вы спите. Не факт. Если вы не спите, вы не мухряете. Не факт. Если вы не мухряете, значит, вы не спите. Третий. Все боленщики любят игу. Не бывает боленщиков, которые не любят игу. Все, кто любят игу. Так, все боленщики любят игу. Все, кто любят игу, болеют за кого-нибудь. Похоже, одно и то же. Не бывает боленщиков, которые любят игу. Нет, все боленщики любят игу. Не бывает боленщиков, которые... Хуйня. Не бывает боленщиков, которые не любят игу. Все боленщики любят игу. Не бывает боленщиков, которые не любят игу. Так, сейчас перечитаю. Перечитаю второй вариант. Я проебался. Не бывает. Все, кто любят игу, болеют за кого-нибудь. Нет, не факт. Все, первый вариант. Первый вариант. Первый вариант. Первый вариант. Первый вариант. Все, кто любит Игу, болеют за кого-нибудь, совершенно не факт, потому что большое количество людей могут любить Игу, по сути. Да, вообще кто угодно может любить Игу, по сути. Не бывает боленщиков, которые не любят Игу. Вот так вот. Все боленщики любят Игу, не бывает боленщиков, которые не любят Игу. Это идентичное высказывание в данном случае. Есть только два вида сдунцов. Красный и синий. Что касается этого конкретного сдунца, то он оказался вовсе не синим. Только два типа сдунцов, либо красный, либо синий, назначен красный. Это сдунец красный. Очевидно. Найдено множество остатков быдлов, навров. На территории. Ладно, осуждаю. Но ровно все они найдены и очень плохо сохранились. Замечание. При анализе вариантов А и Б учтите, что в них говорится об останках вообще, а не только о тех, что найдено. Блядь. Сейчас, ладно. Слишком много читать. Все найдены и очень плохо сохранились. По крайней мере, некоторые останки быдлозавров в артичном состоянии. Мы этого не знаем. Некоторые найденные остатки быдлозавров сохранились хорошо. Нет, мы этого не знаем. Некоторые остатки быдлозавров очень хорошо сохранились. Пока первый вариант меня более всего возбуждает. Еще раз. Найдено множество останков быдлозавров. Все они найдены и очень плохо сохранились. Некоторые остатки быдлозавров очень плохо сохранились. Да, получается оно. По крайней мере, некоторые остатки быдлозавров в артичном состоянии. По крайней мере, некоторые остатки биллозавров в отличном состоянии. Нет, мы не знаем. Некоторые найденные остатки биллозавров сохранились хорошо. Нет, найденные точно нет. Нахуй не подписали вообще замечание при анализе вариантов А и Б? Учтите, что в них говорится об останках вообще, а не только о тех, что найдены. Да, некоторые остатки биллозавров очень плохо сохранились. Получается так. Первый. Некоторые лопухондрии нестабильны. Замечание под словами «некоторые лопухондрии» имеется в виду как минимум одна лопухондрия и несколько, и даже все. Вот почему вот этого пояснения, блядь, почему вот этого пояснения не было вот в предыдущем одном варианте, где мы там затупились? Некоторые лопухондрии нестабильны. Блядь, вот слово «не всякое» меня вот уже выебывает. Блядь! Сейчас, тихо. Я уже, я уже все, я потек. Ваши тесты на логику, кринж. Некоторые лопухондрии нестабильны. Некоторые лопухондрии нестабильны. Не всякая лопухондрия нестабильна. Не всякая лопухондрия стабильна. А под «не всякое» что имеется в виду? Вот могли бы тоже пояснить. Так, секунду. Некоторые лопухондрии нестабильны. Некоторые лопухондрии нестабильны. Некоторые лопухондрии нестабильны. Так. Не всякая лопухондрия нестабильна. В чем здесь подъеб? Не всякая лопухондрия нестабильна. Они все могут... Ну, то есть, тут двойное отрицание. Это значит, что некоторые лопухондрии могут быть стабильными. Но мы не знаем, да, этого. Ошибка в первом варианте есть. Существует стабильный лопухондрий, мы этого не знаем. Та же самая ошибка, только там через двойное отрицание здесь выражено. Не всякая лопухондрия стабильна получается, да, точно. Ну, правильно, правильно, Ансти, правильно. Некоторые лопухондрии нестабильны, не всякая лопухондрия стабильна. Но мы это точно наверняка знаем, что не всякая. Говорили, что дукни и острые, и твёрдые. Оказывается, это вовсе не так. Тупые и мягкие, на самом деле дукни тупые или мягкие, или то и другое сразу. Второй вариант. Ну, пока условно второй вариант мой. Ещё подумаю, потому что вся хуйня на внимательность. Ну, это то же самое, да, тот же самый приём, всё понятно здесь. Я бы второй ответил. Говорили, что дукни и острые, и твёрдые. Оказывается, что это вовсе не так. На самом деле дукни тупые и мягкие, или то и другое сразу. На самом деле дукни тупые или мягкие, но не то и другое сразу. Так нет, может быть и то и другое сразу. Берём второй. Кафля всегда либо бегает, либо дышит. Кафля дышит, дышит на бегу. Кафля не дышит стоя. Кафля не дышит на бегу. Кафля всегда либо бегает, либо дышит. Либо одно, либо другое. Кафля дышит на бегу. Полная хуйня. Кафля не дышит стоя. Кафля не дышит на бегу. Кафля всегда либо бегает, либо дышит. Кафля не дышит на бегу. Третий вариант самый. Сейчас, подъёбка с кафлей не дышит стоя. Бля. Кафля не дышит стоя. Кафля не дышит стоя. Кафля не дышит стоя. Наоборот, дышит стоя. Она дышит стоя. Она останавливается и дышит, блядь. Ну да. Тупость, блядь, ебаная. Какая-то. Всё, окей. Информация о том, что завтрашнее совещание будет посвящено анальным утехам, оказалась ложной. Но тут, тут это, понятно, я проступлю. Информация о том, что завтрашнее совещание будет посвящено анальным утехам, оказалась ложной. Информация оказалась ложной. Ну, первый вариант стопроцентный, как бы. Совещание будет посвящено не утятам. А может быть оно будет посвящено утятам? Может оно не завтра будет? Совещание будет посвящено утятам, но вовсе не анальным. Ну, мы не знаем. Может быть утятам, может быть не утятам. Просто информация оказалась ложной. Да-да-да, анальным утехам. Еще раз, может, я что-то проебал, ну, информация оказалась ложной, это прям сразу бросается в глаза, информация оказалась ложной. Тут как бы вообще без вопроса о том, что завтрашнее совещание будет посвящено альным утятам. Что-то там ложное, короче. Либо утята ложные, либо альные ложные. То есть, может быть, совещание будет посвящено не утятам, может быть, утятам, но не альным, например. Совещание будет посвящено утятам, но вовсе не альным. А может быть, альным не утятам. А может быть, оно не завтрашнее будет, совещание. Может, оно не завтра будет происходить. А может, вообще не совещаю. Может, не будет никакого совещания. Никогда, блядь. Информация оказалась ложной Ну я просто смотрю А вдруг есть более подходящий вариант Знаете, знаете Я вижу сразу самый тупой, правильный вариант Думаю, блядь, какой-то подвох Давайте еще почитаем Если облить узкую водой, она испортится сразу же Это узко не испорчено, сейчас я болею водой Узко испортится Да, если облить ее водой, она испортится Это узко не испорчено Сейчас я болею ее водой Следовательно, она сейчас испортится Узко испортится Не надо обижать узкую Ну, я бы это ответил, но это неправда Узко испортится, очевидно Ой, блядь, опять узки Подряд две узки, я аж думаю, что за узки Если облить узку водой, она испортится сразу же Эта узка не была испорчена Да отстаньте вы от узки Мы узкие не обманываем друг друга, да Но если она не испорчена, значит ее не обливали Это замечание Слова не была испорчена подразумевает, что не была испорчена от рождения и до настоящего момента Но если ее облить, она испортится получается Сразу же, сразу же испортится Эта узка не была испорчена, следовательно, ее не обливали Вася бросил проходить этот тест, ответив только на 28 вопросов Вася не закончил тест Ну, очевидно Вася устал проходить тест Вася затрахался, проходя тест Блядь Да Опять про Васила Вот это, вот это отсылочки в тесте Мое, блядь, почтение Мое, блядь, почтение Отсылки на Васила сразу Если покормить бушку Она успокоится Спокойную бушку можно доить Может быть ее как-то по-другому можно успокоить Первый вариант не подходит Бушку можно доить, но не кормить Она сама чего-нибудь найдет и съест Это хуйня После кормления бушку можно доить Да Если покормить бушку, она успокоится Спокойную бушку можно кормить То есть после кормления бушку можно доить Все просто Изи Если обрадовать бушку, она даст молока Бушка обрадуется, если дёрнуть её за хвост Если обрадовать бушку, она даст молока Бушка обрадуется, если дёрнуть её за хвост Если дёрнуть её за хвост, она даст молока Первый вариант верный Никто не обрадуется, если дёрнуть его за хвост Если не дёрнуть бушку за хвост, она не даст молока Нет, она может быть и даст молока Нет, она может быть и даст молока, хрен знает Это не единственный способ, когда бушка может дать молока Представляю по условиям задачи Если дернуть бушку за хвост, она даст молока Если обрадовать бушку, она даст молока То есть она даст молока И бушка обрадуется, если дернуть ее за хвост Все Что, 29? А, 30 из 30, все Логика полная хуйня, блять Нахуй логику, блять Нахуй этих логических долбоебов Логика полная хуета, блять